Уже третьи сутки в Феодосии горит нефтебаза. 7 октября в 5 утра прозоручали взрывы от попадания двух ракет, так пишут новостники. Пять резервуаров повреждены. На России крайне обеспокоены горящие нефтебазы и в оккупированной Феодосии и рассказывают, что в эвакуированных районах уже есть мародеры. И два полностью разрушены. Имеет место быть эвакуация, говорят, люди там эвакуировались. Сегодня поговорила с местными жителями. Местные жители говорят, что пожар не потухает, а разгорается с новой силой, что ожидают нового взрыва. То в селе ближние камыши есть дома без окон, что администрация вял предлагает эвакуацию людям, но люди никак не реагируют. Имеет место быть мародерству. И что будет дальше, никто не знает. Люди в тревоге. И пока люди в оккупированной Феодосии в тревоге, что и должно быть. Главное, чтобы не пошел дождь. А в Белгородской области проводится принудительное выселение еще нескольких сел. Вот так довоевался Путин, напал на Украину и получил по зубам. Добрый вечер, дорогие друзья. Главный вопрос губернатора. Вячеслав Владимирович, что с нашей Петровкой? Постоянные обстрелы, нам страшно жить. Что будет дальше? Дорогие друзья, сегодня на наседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. Все подробности в Министерстве строительства, правительстве Белгородской области, все, что касается нового жилья, единоразовых выплат, это Министерство социальной защиты или у главы Анны Петровны Куташовой. Постараемся на следующей неделе уже организовать встречу, работу комиссии с жителями этих сел. Всем доброго дня, здоровья и добра. А в Башкирии жалуются, что не осталось мужиков, Путин всех погубил. Женщина задается вопросом, не пора бы России уже перестать стрелять. А вопрос такой, кто-нибудь знает, когда у нас закончится СВО? Или может быть кто-нибудь из вас знает, кто это может остановить? Может повоевали и хватит? У нас в башкирских селах и деревнях не осталось уже мужиков. Половина из них на СВО, половина на вахте, а часть пересажали после баймакских событий. Тем временем курские жители хотят вернуться в Суджу, которая теперь является новой территорией Украины. Если хотят, пусть возвращаются, но только придется менять гражданство. Мы хотим вернуться домой, мы любим свою Суджу родную, мы хотим домой. Выбирались мы в Судже очень трудно и тяжело, потому что нас бросили, мы никому не были нужны. Между тем, на России возмущены заявлениями наглухо отбитого Путина, который грозится применением оружия массового поражения, в том числе над территорией РФ. Сейчас на Центральном телевидении очень часто раздаются голоса пропагандистов. Призывают применить ядерное оружие вплоть даже над своей страной. Там какая-то непонятная Симоньяна, откуда она взялась, призывает вообще взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Совсем с ума сошли, что ли? Я требую прекратить эту пропаганду, я против применения ядерного оружия вообще где-либо. Это не то, что над своей страной. На России сейчас готовится денежная реформа и введение цифрового рубля. После этого счета россиян будут обнулены, а вместо реальных денег они получат непризнанные цифровые кредиты, на которые они смогут покупать только разрешенные Путиным товары. Заявление отказ от цифровых денег, чтобы нашу пенсию не переводили из рублей ни в какие другие валюты. Так как Нюрнбергским процессом после Великой Отечественной войны запрещено переводить человека, превращать человека в цифру, а цифровые деньги это и есть то же самое. К тому же по Конституции написано, что в Российской Федерации существует рубль, никаких цифровых денег нет. Мы отказываемся от цифровых денег, так как это нарушает наши права. Также на России высмеивают заявление московского режима, который похвалится якобы ростом зарплат и пенсий. С итогом 2023 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения Ставропольского края составили 31 456 рублей и выросли на 113,9% к уровню предыдущего года. А реальные денежные доходы населения составили 105,9% к уровню 2022 года. А по Российской Федерации 104,6%. По Ставрополю даже больше на 1%. Скажите, вы заметили эти 113%? Я? Нет. Где они, эти 113%? Вот бумажки даже за 2021 год, а это за 2024 год, в 4 раза даже уменьшились. Тут на нас даже бумаги жалеют. А пенсия увеличилась у меня на 900 рублей с чем-то. Но это никак не 100%. Вот за счет кого они насчитали эти 100 с лишним процентов? Это у них там у кого-то, у кого там миллиарды что ли, те они на 100% увеличили свои доходы. Это как средняя температура по больнице. У одного 35, у другого 45. Получается 100%. Величина прожиточного уровня на душу населения составила 12 938 рублей. Выросла на 3,3%. На 3 рубля добавили, выросла. Попробуйте, проживите на 13 тысяч в месяц. Те, кто добавляют 3% к 12 тысячам. Вполнеющее дискриминация народа. Российские матери, которые отправляли своих сыновей на убой, сейчас начинают об этом жалеть и горько плачут. Им надо было думать об этом заранее, но тогда, наверное, они считали, что Россия якобы могучая, и они якобы Украину быстро победят. И когда мне уже сказал полковник, что сын погиб, 14 февраля 13-го пошел на спецзадание ночью вчетвером, и вот там он погиб. Честно, умереть хочу. Вот для чего мне жить-то? Для кого? Вот для кого? Вот сейчас вот просто, вот один вопрос. Вот для кого мне жить? Сын погиб. Мне там с ним легче будет. Меня пригласили в соцзащиту недавно. И говорят, приходите, праздник там что-ли, там что-то такое, чай пите. А вот у них же картины эти, вот, давай воевать-то, да, вот это, там 210 тысяч, там это. Я говорю, я на эти картинки не могу смотреть, у меня сердце разрывается, а вы меня еще чаепите какой-то. Да у меня рано-то еще месяц только. Это вот в каждой деревне, там, в каком-то районе, в Келемарском, Советском, по тысячу родителей. И вот мы когда встретились, я говорю, неужели вы все с горем, там женщины-то рядом стояли кучками. Они говорят, да, у кого муж? У кого сын? И вот так вот, у каждого. Ну это, о, там сколько слез все пролили. Вот этот вот наш еще друган-то, этот вот, Сашин-то, посылал видео, как они искали наших солдат. Деревья все поваленные, везде щепки. То нога, то голова, то рука. Я не смогла до конца смотреть. Это натурально, они сами снимали, себе на телефон. Это весь жесть, это вообще. Я не выдержала, я не смогла. Когда военкомат Медведевский пригласили, вот он, как сказали, приезжайте к нам, тут они прямо и сумму, знаете, сказали 13 миллионов на всех членов семьи. Мне якобы 2 миллиона. А я говорю, не надо мне ваши миллионы, вы мне сына верните просто. Мне ничего не надо. Он что, 13 миллионов стоит? Когда 41 год, я его держала все рядом. Тут никакие деньги не нужны. Я бы лучше в нищете жила, зато бы рядом были дети мои. Вот мне их так не хватает по старости-то лет. И всем надо какие-то крутые мотики. Кому-то надо какую-то машину спортивную. В общем, у них деньги, деньги, деньги. То умеют, не деньги. Я говорю, и вы собираетесь туда же? Да, туда же. Видишь, они не осознают, что ли? Вообще страшно. В Карачеве-Брянской области сегодня ночью был ликвидирован еще один российский крупный арсенал, из-за чего была объявлена эвакуация. Мы проснулись, улыбнулись, зашла в интернет, посмотрела, что вообще писали о том, что сегодня происходило. Пишут столько фейка. Люди уже не знают, что писать. Но, в принципе, правильно делают, чтобы успокоить мирных жителей, чтобы не думали о плохом, не нагонять там суету, вот это все. Будем надеяться на хорошее, на лучшее, что все будет хорошо. Все так и будет. Все обязательно будет хорошо. Я вообще проснулась. Маша есть заставляет. Смотрю на еду, как не знаю, что. Вот покушала. Теперь опять спать хочется. Но не буду ложиться спать. Надо идти до дома. Вообще открыть, посмотреть, открыли военный городок или нет. Все так панику наводят. Люди тут паникуют. Ой, все, домой не вернемся, умрем. Господи, вы что? Нормально все будет. Всех сюда эвакуируют. Потом сказали, что за нами там приедут. И обратно отвезут домой. Как все закончится. Тем временем в Краснодарском крае снова упали какие-то обломки. Все нормально. Грохот был хороший. Спал и поднялся. Ну, обломки он все-таки без пилотника. На нашей он там дырка, там стекла это, ну, вырвал вот так. На России серьезная проблема с лифтами, которые массово выходят из строя, а запчастей для них нет из-за санкций. К примеру, в Москве в жилом комплексе Загорье работает только три лифта из восьми. Поэтому приходится стоять в очереди по полчаса и больше. Вот эта все, очередь начинается отсюда, в листовой холл. Сегодня слышал, что люди 40 минут ждут. Я сейчас обойду специально с другой стороны, с закрытой, чтобы не показать всю очередь. Люди говорят, по 40 минут не могут попасть домой. Также на России скоро будет голод. Уже сейчас там продают помидоры по 1000 рублей за килограмм. Здравствуйте. Опять с вами Норильск. Завезли вот помидорчики. Так, что написано у нас? Ташкент. 575. А вот это азербайджанские. Я просто не знаю. Просто как можно продавать вот такие вот помидоры за килограмм. Почти за тысячу рублей. Цены космос. Просто космос. Киви 470. Посмотрите на это киви. Киви стоит вот столько. Обычная лук репка. 89. Лучше крепко. Ну, ё-моё, а. Вот такие у нас цены. Ну, и картошка по 111. Тоже не первого сорта. На России в нескольких регионах наблюдается нашествие мух, хлопов, божьих коровок. В Туймазах, в Башкирии нашествие мух, а в Воронеже божьих коровок. Вот это все мухи, короче. Это просто... Дай мне наше детяночку. Это апокалипсис. Откопят. Теперь давайте посмотрим, как живут на России при путинском режиме, который ежедневно тратит миллиарды в трубу, чтобы бомбить Украину, пока его страна прозябает в позорной нищете. Свердловская область, деревня Ельничная, края географии. Север области, можно сказать. Проходит здесь узкоколейная железная дорога. Вот она в той стороне. Статуя Ленина. Бюст, куда без него. Речка Ельничная. Вот это единственная деревня на АУЖД. До куда доходит дорога автомобильная. До остальных деревень, таких, допустим, Санкино, Строкинка. Дорог нет. Доехать нужно только по узкоколейке. Узкоколейка является дорогой жизни. Вчера приходила компания Юнион утеплять трубы. В принципе, что они сделали? Они старую изоляцию не сняли. Хотя ее здесь уже давно нет. Только вот эта вот пластиковая фигня какая-то. Они сверху бросили кусок утеплителя, трубы. А пароизоляцию доской прикрыли. Здесь то же самое. Это они так утеплили трубу. Ребята, вы серьезно? Вы что, смеетесь, что ли? Потому что мы сами частично утеплили трубу. Вот мы утепляли. Мы отсюда срезали все лишние трубы. Около шести штук их здесь было, чтобы сэкономить на утеплителе. Не обматывать такой пучок. Вот утеплили по-человечески. Мы откапывали эту трубу. Мы срезали лишние трубы. Мы приподнимали, чтобы утеплитель проложить по-человечески. Но у нас не хватило материала, времени и средств, чтобы утеплить дальше. Ну, тут совсем маленько. Ну, ребят, ну, е-мое. Ну, можно было вот эту старую пучку, так скажем, снять и утеплить по-человечески. Тут, тем более, не надо, наверное, никаких труб срезать лишних и так далее. Ну, вот это вообще смешно. Вот зачем вот это вот сделали? Для чего? Еще счета выставляют и хотят, чтобы мы им платили. А вот за что платить? Вот, пожалуйста, целая машина выгружена. Видно, что вывозят прям машинами. Вчера сюда заезжал. Сегодня вот он в Янтарном разгрузился, в заброшенном СНТ. Там вообще тоже вот такие же кучи просто везде. Вчера сюда заезжал. Подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.